итак всех приветствую мои дорогие зрители и познаватели нашего мира мироустройства солнечной системы и всего того что мы знаем итак ребят давайте сейчас посмотрим на очень интересную вещь и особенность которую сегодня я вам покажу расскажу и вы не поверите своим глазам как именно все устроено в нашем мире вот наша солнечная система как говорят нам ученые расположены планеты число давайте возьмем сегодняшние секунду число число дату сейчас все вот сейчас у нас 3 января 2020 года время 1437 и относительно этого времени мы посмотрим вот я вам запущу даже движение немножко движение всех планет ребят сейчас я возьму солнышко приближу немножко и отдалю чтобы вам было более наглядно видно обратите внимание сразу же что в центре солнца земля луны здесь пока не видно я когда на землю нажму нажму она появится вот обратите внимание что все планеты у нас крутится то есть вот так вот вокруг солнышко плюс еще они вращают сами по себе видно да кроме венеры вот она венера вот вот тут вот оранжевый видите венера почему-то не вращается как говорят что эта планета богов оттуда пришли наши боги возможно так и есть я скажем рассматриваю тоже эту идею если венера существует как одну из возможностей существования и зарождение нашего мира я тоже рассматривает вот показываю вам для примера как выглядит наша солнечная система сейчас вы поймете основной посыл мой основной смысл что я вам хочу донести и так перенесемся на землю когда мы переносимся на землю мы видим что появляется и луна орбита луны время кстати побежала уже 11 число пока я запускал уже вот время пролетело до 11 января мы сейчас немножечко вернем время назад как бы откатим заодно посмотрите движение луны солнце и всего-всего как все это происходит как движется планета прям в прямом эфире и вот по дня внизу часы бегут минуты то есть как но то чуть чуть неправильно то что время повернулся 5 назад чтобы нам прийти к третьему числу сегодня у нас 3 января 2020 года новый год новые безумные открытия интересные смотрите сейчас мы начнем все это изучать с вами и так вот 3 января расположение планет наша это вот сейчас у нас америка показана огоньки россия у нас день вот с этой стороны земли находится вот тут так но это один из часов теперь самое главное что я вам сейчас буду объяснять вы будете в шоке и мир у вас перевернется с ног на голову прямом и переносном смысле значит что мы с вами сделаем давайте чуть-чуть время отмотаю как будто до нового года пусть это будет у нас первое число чтобы было легче понять то есть 1 января самый новый год что же в этот момент мы могли видеть и что же произошло все 1 0 1 и так смотрим и смотрим мы с вами на луну вот в ночь на новый год вот тут вот россия вот она здесь находилась и мы могли видеть фазу луны когда земля чуть-чуть из период и нет еще чуть-чуть назад отмотаю в полночь уже вот переходящее время вот тут россия была сейчас паузу нажму вечерела вот тут москва и мы смотрели на луну и видели вот эту вот фазу луны видите справа серпик я не буду рассказывать про полутени про все то есть из москвы смотря на луну хотя были тучи конечно мы не могли увидеть живую единственное что если у кого-то может быть но случайно разошлись тучи тот мог увидеть вот этот серпик справа на луне видите то есть справа серпик когда вот этот вот сейчас сейчас вот видите освещает справа это значит луна растущая р как бы мы можем нарисовать буквы р и растущая когда она стареющая то серпик света вот здесь вот слеп буква с стареющая вот смотрите в один и тот же момент в россии мы с вами видели луну для нас она была растущая но знать какому сейчас с вами фокус проведем я просто переверну мир с ног на голову смотрите прямо при вас я переворачиваю наш земной шарик вместе с луной и совсем вместе вверх ногами ровно сто восемьдесят градусов и приближаем и смотрим что же мы видим сейчас а мы видим то что в одно и то же время с нами мы остались внизу вот антарктида сверху вот луна жители сейчас я запущу теперь время жители южной африки потом жители австралии вот она появляется мы в это же время с вами видели луну могли бы увидеть луну с стареющие видите вот это освещение серпик стареющие то есть луна одновременно является россия осталась внизу и африка южная африка австралия южная америка точнее вот они должны были видеть у нас луну стареющие вы понимаете нам нужно с вами раздобыть информацию чтобы кто-то нам прислал фото видео вот отсюда почти север прям самый самый юга америки вот здесь вот где-то здесь у нас аргентина прямо аргентина потом вот здесь у нас австралия нажал австралия то есть вот эти страны с нами вместе одновременно видит мир как бы перевернутый и вот они видят эту луну видите вот она получается у нас эс стареющие а для нас она сейчас опять переворачиваю мир наизнанку а для нас она была ребята растущей перевернул мир наизнанку приближаемся опять запускаем время и видите у нас она эр справа серпик растущая то есть это великий обман великий секрет наших правителей мироздания а если это так если это так то я попрошу людей кто смотрит мой канал кто у кого есть видео реальное желательно время можем договориться в одно и то же время снять видео или в астралии или на самом юге африки или южной америки вот здесь самый юг здесь у нас аргентина почти в допустим это уже почти у нас антарктида южный полюс и люди мы с вами должны видеть совсем разное освещение луны то есть для нас она растущая а для них стареющий и еще один самый главный эффект обман в котором мы живем и непонятность ребят вот мы когда запускаем с вами вращение земли вот земля вращается и у нас как бы начинается день если мы посмотрим вот у нас как нам говорят восход запад но по большому счету востока и запада не существует солнце всегда в одном месте как бы условно скажем есть у нас только вот здесь вот северный полюс он выходит на полярную звезду а при вращении вот эти прямые линии они не существуют как мы видим на плоскости есть только нельзя землю плоской при шаре у нас востока запада нет есть вот такая ось мира называется от земли до солнца это называется ось мира то есть солнце восходит и заходит на оси мира и самый главный эффект при вращении вот здесь солнце вот у нас дальний восток вот сейчас ночь сейчас мы будем смотреть подходить все ближе ближе к солнышку вот россии видите ночь огоньки горят и вот сейчас у нас и вот вращение видите против часовой стрелки получается земля вращается против часовой стрелочки луна у нас растущая вот сейчас солнышко будет у нас выходить точнее земля как бы поворачивается как нам рассказывать я в эту теорию не верю сразу же вам скажу чтобы вы понимали я рассматриваю просто все возможные теории но для интереса мне тоже нужно знать как вот устроена с научной точки зрения и вот дальний восток у нас открывается солнышко видите рассвет пошел потом приближается к Сибири к Уралу сейчас у нас вот у нас земля крутится против часовой стрелки обращаю ваше внимание вот это вот полярное сияние как бы зеленая шапочка и вот яркий свет вот и вот чуть выше моего пальца видно вот-вот это у нас Москва и вот начинается день теперь давайте так же время оставим все и луна видите растущих солнце у нас встает как бы вот так справа налево теперь когда мы перевернем землю нашу переворачиваем переворачиваем в одно и то же время все происходит посмотрим теперь как люди себя чувствуют вверх ногами ну то есть они ходят с другой стороны земли и как они чувствуют себя вверх ногами вы понимаете да что у них там чуть ли не желудки должны не переворачиваться и кровь условно скажем здесь у них у нас была растущая а здесь С стареющая вы видите луна уже у них стареющая одновременно в стареющей фазе находится и самое главное что земля вот он видите сейчас земля начинает вращаться уже по часовой стрелке и солнце солнце вот они вращаются видите как у них солнце идет справа налево ребята у них у нас солнце идет слева направо а у них если посмотреть должно быть в антарктиде и везде солнце идет справа налево ищите эти видео смотрите кстати я находил одно но не с австралии а где-то прямо с самого северного поля что солнце идет справа налево это интересное видео но там нужно проверять настоящее ли оно или нет если кто-то снимает ускоренное видео заката солнца в австралии в аргентине в южной америки то судя вот по этому движению земли вот видите оно у нас если мы ощущаем идет справа налево то есть совсем в другую сторону и луна у них именно стареющая а у нас с нашей стороны кажется что растущие вы представляете это двойное какой-то обман или ложь или непонимание как нам хотят объяснить может быть скажем мы же оставляем и этой теории тоже частичку правды но пусть нам докажут люди или покажут видео или я сам когда-нибудь может быть слетая туда в аргентину или австралию или новую зеландию в самое южное полушарие рядом с антарктидой вот сюда вот видите вот аргентина поехала тогда находясь здесь я должен увидеть стареющую луну одновременно кто-то из вас вот здесь в россии но это сейчас америка должен снять видео в одно и то же время чтобы у нас была луна у одного растущая а у другого стареющая плюс мы должны снять в ускоренном режиме движение солнца то есть у нас оно в россии как бы слева направо с востока на запад там тоже условно это можно часть назвать востоком но восток движется у них справа налево у нас слева направо у них справа налево очень большая хитрость во всем этом есть если это все осознать вы просто посмотреть как все это крутится вот это мы сейчас вверх ногами вы много поймете ребят вот оно движение вверх ногами те люди которые как бы мучаются можно сказать на той стороне земли мы же привыкли видите россия всегда сверху там америка сверху а вот как выглядит земля перевернута вот подумайте над этим эффектом во что есть конечно я не верю на самом деле вам я показываю но верить я в это конечно же не верю и вот сейчас я чуть-чуть давайте скорость увеличу чтобы увидели как это все происходит в более быстром режиме вот она земля вращается луна идет с той стороны по часовой стрелке и движение земли идет по часовой стрелке вот они месяц месяца бегут 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 а вот мы теперь переворачиваем землю солнце и луну правильное направление в наше а у нас вот все получается против часовой стрелочки видите вот такое вот вращение обязательно для вас для ознакомления понимание понимание мира и самое главное нам нужно будет с вами теперь договориться объяснить что в одно и то же время в какой-то летний день я думаю или весенний когда не будет туч на небе с кем-то созвониться с Аргентиной или с какими другими южными странами и просто в прямом эфире снять эти два видео потом соединить и посмотреть что солнце у них должно заходить справа налево у нас слева направо и луна стареющая и убывающая понимаете вот так вот все движется у нас в России все с научной точки зрения давайте просто понаблюдаем и подумаем еще раз сейчас поближе сделаем так вы просто посмотрите вот она луна как бы между солнцем и землей в этот момент и как нам рассказывают происходят солнечные затмения в них я тоже не верю и как говорят что луна немножко иногда выше иногда ниже это покажу вам кстати реальный масштаб если нажать то есть солнце вон там где-то далеко луна малюсенькая вон она летит по скорости а эти масштабы спецспутники здесь а эти масштабы приближены чтобы для большего понимания в программе они предусмотрены чтобы мы видели мир более понятливо и вот видите фаза уже луны началась какая здесь у нас r видите растущая переворачиваем наш мир вверх ногами переворачиваем 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 смотрим опять на луну и луна уже здесь у нас стареющий ой на луну нечаянно нажал секунду ну началось и на луну заставь его все подожди к